Так как же определить, кто для вас является тем самым человеком? Я не хочу лишать вашей жизни романтики. Но я скажу следующее. Если вы будете мыслить такими оторванными от реальности категориями, я нашел подходящего мне человека. Вскоре вы будете разочарованы. Нужно понимать, что не существует подходящего именно вам человека. Прежде всего нужно посмотреть, подходящий ли я человек. Да? Подходящий ли я человек? На этой планете нет подходящих людей. Если вы это понимаете, если вы понимаете, что у вас есть своя чепуха, у других своя, тогда мы сможем подстроить одну чепуху под другую и продолжать. В первую очередь, приведите себя к тому, чтобы ваше переживание жизни было приятным само по себе, чтобы вы чувствовали себя прекрасно. Тогда посмотрим, что вы привлечете в своей жизни. Если вы по-настоящему прекрасны, все будет происходить как нужно во всех сферах. А все эти представления — это очень американская идея о том, что где-то для вас есть родственная душа, что Бог создал вот этого одного человека только для вас. Но в наши дни, каждые два года, Он продолжает создавать еще одного человека только для вас. Очевидно, что в том, что касается вас, Бог совершает слишком много ошибок. Телу нужен партнер. Это понятно. Возможно, в психологическом плане вам тоже нужен партнер. Это понятно. В эмоциональном плане вам нужен партнер, но душа не может нуждаться в партнере. И так, душа не нуждается в партнере. И специально для вас никто не создал идеально подходящего именно вам человека. Если вы вложите глубокое чувство вовлеченности, может произойти что-то чудесное. Из-за вашей вовлеченности, а не потому, что тот другой человек такой замечательный. Нет, даже если вы выбираете дурака, вообще-то с ним даже проще. Если у человека голова работает нормально, с чего он вообще пойдет к вам? Нет, нет. Я просто вредничаю. Так что, даже если вы выберете дурака, это не имеет значения. Если вы вкладываете себя, это может превратиться во что-то очень прекрасное. Если вы выбрали самого умного человека во Вселенной, это может превратиться в катастрофу. Так что не думайте с точки зрения, что мы созданы друг для друга и все такое. Нет. На самом деле, вы выбираете противоположное. Но спустя какое-то время, постепенно у вас начинает появляться ожидание, что другой человек должен быть таким же, как вы. Это серьезная ошибка. Потому что, если еще один человек станет таким же, как вы, вы не сможете вытерпить его и пару дней. Нет никого похожего на вас. И это хорошо. Не ищите схожести. В этом нет необходимости. Создает различия. А не схожесть. Амед Мадан спрашивает. В этот век материализма подлинная любовь исчезает из нашей жизни. В основном, любовь, которую мы получаем от других и выражаем сами, поверхностна. Как мы можем усилить чувство настоящей любви в нашей жизни и в жизнях других людей? Забудьте про других, если вы научитесь быть любящими по своей природе, не из-за кого-то или чего-то. Я знаю, что вопрос из Фейсбук. Так что, существует невероятная возможность. Вы можете любить даже тех, кого не существует. Поэтому я говорю, что есть невероятная возможность. Так что, если вы просто станете любовью, вместо того, чтобы любить кого-то, тогда вы познаете природу любви. Если вы любите кого-то, эта любовь изменчива, потому что ни один человек не будет на 100% таким, каким вы хотите его видеть. Вас разочарует каждый человек на планете, поверьте мне, не потому что они будут делать что-то неправильно, но потому что никто не в состоянии удовлетворить нереалистичные ожидания, которые вы имеете по отношению к ним. Это просто невозможно. Вы сами как-то либо смогли полностью удовлетворить чьи-то ожидания. Только частично, но никогда на 100%. Не так ли? Так что и никто другой не сможет это сделать. Если только вы не такой безнадежный романтик, что все еще ждете, что откуда-то появится идеальный человек. Нет, поверьте, кто бы ни появился. Не хочу, чтобы вы знали, что идеальные люди, которым вы поклоняетесь, когда Кришна был жив, его жены были постоянно недовольны. Что же говорить о нас? Пожалуйста, помните об этом. Что означает быть мужем и женой? Большинство людей неподготовлены. Очень немногие в мире подготовлены для того, чтобы совершить это путешествие по жизни самостоятельно. Они достаточно организованы во всем внутри себя. Они никогда не чувствуют, что им чего-то не хватает в жизни, потому что они сделали себя такими. Но большинство людей нуждаются в ком-то, на кого можно опереться. В человеке существуют психологические или эмоциональные потребности, физические, психологические, эмоциональные потребности, возможно, социальные потребности, экономические потребности, множество различных потребностей. Чтобы удовлетворить эти потребности, вы хотите найти одного человека, на которого сможете опереться. очень сложно найти даже одного человека, с которым вы могли бы разделить все, что у вас есть. Тело, образ мыслей, эмоции, вообще все. Так что смысл в этом? Отношения оформлены определенным образом. Чтобы вы не разошлись, стоит возникнуть небольшому трению. Союз, не позволяющий отношениям развалиться. Ничего более. Величайшая ошибка, которую сделает человечество. Люди начали говорить, браки заключаются на небесах. Вот откуда такой бардак. Нет, они заключаются здесь. Если бы вы увидели, что брак заключается между нами, и мы берем на себя ответственность за токтомы, мы смогли бы сделать так, чтобы это работало. Но браки заключаются на небесах. Здесь это уже неприменимо, потому что это какая-то иноземная штуковина. Все в таком бардаке, потому что вы думаете, что оно сделано кем-то еще, где-то еще. Если вы понимаете, что это сделано вами, для вашего благополучия, чтобы удовлетворить ваши потребности и ваши цели, так, чтобы вы могли пройти это путешествие по жизни с наименьшим количеством проблем и трений, тогда вы бы обращались с этим более ответственно, не так ли? И в соответствии с современными потребностями, а не так, как ваша бабушка вела себя в браке. Вы не можете делать так же, потому что ожидания и ситуации совершенно изменились. Так что если вы держитесь за кого-то, кто является вашим другом, и вашей потребностью, вы должны понимать это. Вы находитесь в этих отношениях по причине своей потребности. Возможно, другой человек тоже нуждается в этом, но это его дело. Но вы создали эти отношения, потому что вы сильно в них нуждаетесь, не так ли? Если вы понимаете это, и вы всегда благодарны за то, что кто-то удовлетворяет вашу потребность, вы будете хорошо справляться с браком. Вы не будете создавать из него несчастье. Но теперь вы думаете, что кто-то другой нуждается в вас, и тогда вы сотворите из этого бардак. Вы должны понять, что вы нуждаетесь в этом. И другой человек тоже должен понять, что он нуждается в этом. Тогда возникает сплоченность. Или вы думаете, что ты нуждаешься во мне, так что я буду тебя эксплуатировать. Нет. Смысл не в том, чтобы выжимать счастье из кого-то, или им выжимать счастье из вас. Если встречаются два счастливых человека, тогда между ними может произойти что-то чудесное. Но если вы несчастны, и вы думаете, что кто-то другой должен стать источником вашего счастья, тогда ваше несчастье только приумножится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok